Всегда будет вера, главное, чтобы была вера. Так, только очень прошу не сквернословить. Я не из той категории. Ну, так только начнём говорить, сразу рот раскроете, одна погонь лезет. Я же слышу, вижу, как обкуренные все. Поговорить даже не с кем. Как после, говорит, глубоко... Ну, если такие попадают, такие люди. Да не просто попадают, а сплошняком идут. Тут мусульман процентов 90, и все матерятся. Да, не очень хорошо это всё. Конечно, никуда не годится. Надо жить для Бога. А надо один вопрос задать. Мы с вами встретились, первый раз и последний. С чем мы можем быть полезны друг для друга? Какими талантами Бог наградил? Поделиться, помочь спасению души. А вот мне начинают, как здоровье, как дела. Тебе век до меня дела нету. Как дела? С Богом дела всегда идут вверх. Без Бога всегда идут вниз. Весь ответ. Стоп. Правильно, правильно, да. Так оно и есть. Самое главное, чтобы вера была и надежда. Чтобы Христос с нами был. Без Христа я жизни не хочу, без Него она пуста. Ну вот я вижу крестик у вас. Слава Христу. Слава Христу. Слава Христу. Слава Христу. Я книги читаю. Я книги читаю. А где вы читали? В библиотеке. А какие книги? Познавательные. Ну, если назовёте город, где библиотека, то я свои книги, у меня 38 томов вышло, моих книг. Абхазия, мой город, Сухум. Там должны быть мои книги, 38 томов, подарок сделали. Мы 650... В какой библиотеке? В любой, в Тбилиси, Сухуме. В Тбилиси, это не Абхазия. Я знаю. Мы отдельно. Понятно. У нас в библиотеке есть имени Папаскер в городе Сухум. Если вы верите Христу, то верить надо точно по Евангелию. Вот вы, допустим, говорите, вы православный, как я понял, крестик показывается. И маленький вопросик вам. А почему вы бритые? Вы зайдёте в храм православный. Христос с бородой, апостол с бородами, пророки с бородами. Сейчас взять Иоанн Кристианкин, Николай Гурьянов, все с бородами. Почему вы эту блудодейную ересь на себя нацепили? Что это? Блудодейная ересь, бритьё. Ересь-то вы что именно называете? Это не, я называю протопопа вакуум. Не-не-не, вы о чём конкретно говорите? Можете растолковать конкретно? Брить не надо бороду, лих божий портить. Бриться не надо. У меня по работе просто не получается бороду отращивать. Уйди с работы, божий лих не портите. Нашёл чем дорожить. Не надо обмануть. Мою семью кто кормить будет? Ну ладно. Господь не знает, что сказал. У нас одного недавно хотели уволить с работы. И там начальство поднялись, а он в Казани работает. И работает в аэропорту. Ну тогда уж согласились, маленько подправь бороду. А он приезжал у нас в деревню, принимал крещение. Мы деревню строим православную. За него юристы восстали. Всё, отстали сразу и всё. А вы шагу не сделали. Покажите перед Богом героизм. Меня Бог сотворил. Никто не имеет права прикасаться ко мне. Будьте здоровы. Богу слава. Зайдите на наш YouTube канал «Восвете Библии». Вы оттуда не выйдете. Там я отвечаю студентам, где вел занятия пять университетов. На 4124 вопроса. Это политика, экономика, социология, работа, семья. Всё. Ну 4 тысячи вопросов. Я вас услышал. Так, с Богом. Это место разврата в этот Содом и Гоморру по повелению Божию. Иисус сказал «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». И кто будет веровать и креститься, спасён будет. Кто не будет веровать, осуждён будет. Вы православный? Да, православный. Ну и так видно, что я не сектант. Они рукой не крестятся. Бороду не трогаем. Правильно, хорошо. Это хорошо. Уважение, вам респект. Мы строим православную деревню. Одна пока на всю страну. Где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. А где строите? Алтайский край. Ну, Алтай, ну понятно, далеко не поеду я. От Барнаула 150 километров. Ну, это от Барнаула, с Краснодарского края. Это бывшая наша деревня. В стране исчезло 31 тысяча сёл. Вот знаете, не каждый решится на то, что мне Господь позволил. Я истребил, уничтожил из своего лексикона слово «проблемы». Мне американизм эти ничего не говорят. Я его заменил словами «нерешённый вопрос». Вот говорят, передают, что будто бы министр внутренних дел Нургалиев сказал в своё время, в стране 3 миллиона беспризорных. Я не оспариваю, я говорю, а вот вы говорите, а что сделали для того, чтобы этого не было? А что сделаешь? И этого не пойдёт. Так, это не проблема, это нерешённый вопрос. Государственном масштабе. Я организую детский лагерь, я его начальник, 48 лет. Без помощи государства. Ни я, ни обслуга, ни копейки не имеем. И мы прожили, тысячи детей подняли. Вопрос решается в малом масштабе. А вот народ неграмотный, тут только пьют. Не всегда. Это что, проблема? Да, это серьёзная проблема. Я говорю, нет, нерешённый вопрос, это означает, надо решать. Я иду и одновременно веду занятия в пяти университетах. В тринадцати школах, пять отделов милиции, городской и краевой ОВД, все воинские части, заводы и фабрики Алтайского края. И плюс три радиопрограммы еженедельно. А одна онлайн. И обстановка сразу резко пошла на убыль. Даже мне начальник милиции, генералы, говорят, моя милиция-то стала себя тише вести. Нерешённый вопрос. Очень просто. А вот начинает, вот так, понимаете, всё это. Я говорю, что понимаете? Да в стране такая преступность, на улицы не выйди. Что, опять проблема? Да, нерешённый вопрос. Мне Бог позволил за слово Божие пострадать. Пять тюрем пройти, лагерь. У меня огромный опыт. Я иду в местную тюрьму. Три тысячи семьсот человек. Бесплатно. Снабжаем, что необходимо. Разрешение получили. У меня близкие отношения с прокурором края, генерал-лейтенантом. У меня допуск был даже работать к оследователю с документами. И до суда выходили половина из них на свободу. Это невероятно. Невероятно. Молитва. Вот как Бог делает. Вот всё вопросы, как решаются эти вопросы в малой степени, конечно. Но давайте каждый делать в своём. Маленько, как-то. Вот мы... Ну и как же их решать-то? Вопросы эти. Понимаете как? Вот по деревням. 31 тысяча сёл уничтожены. А мы получили статус. Получили землю. Строим государственную школу. Храм за свой счёт. Дороги. Это страшно дорогое удовольствие. За свой счёт. Скотину режем. Издалека достаём там эта платформа, чтобы привезли бульдозер. Чтобы привезти, увезти. 50 тысяч, сколько стоит. Там кот куда-то залез. А никуда. Это я специально отдушину сделал от печки. А они там любят... Я портянку повесил. Да нет, они... У меня кошек много. Здесь 5. И в храме там 5. У меня 10 кошек на зиму. Которые на улице были. Я их собрал всех. И до зимы ж... До весны кормлю. У меня где-то жуланов этих. Я тут тазик с щемечками наполняю. Примерно штук 40. Воробьёв кормлю. У меня столы прям настыпанные. Отходы от голубей. Около 100. И посторонних этих голубей 45. И свои голуби на голубятне. А мне 81 год. Правильно. А потом можно будет откормить и на шашлык пускать. Да можно так. Ну, я не ем мяса никакого. Так что я к этому не стремлюсь. Голуби – это диетическое. Самая приятная, вкусная и здоровая пища. Люди не знают. А у меня две голубятни. Когда-то я ел... А две голуби же нельзя по-православному есть. Нет, такого нету нигде. Христианам, православным любая пища идёт. Если я в Корее, могу есть собачатину. Могу есть, если в Индии змею там сварили. Почему? Всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с молитвой и постом. По слову Божию. По слову. Это в 2-м послании к Тимофею, 3-я глава. Апостол Павел пишет. Мы даже по Библии поступать. А в Ветхом Завете, 21-я глава Левит говорила об этом. Какую можно, какую нельзя пищу принимать. И вот вопрос. Я повтор говорю. Я иду и работаю в этой тюрьме бесплатно. Узнаем нужды какие. Помогаем, ходатайствуем. И таких вопросов не один. Вот мы книги-то развозили. А вы что привезли? Я говорю, книги. Ты, мужик, автоматы привози. Эту власть свергать надо. Я говорю, нет. Автоматы мы не привезём. А вы знаете, что евреи всё захватили? Знаю. Пищать в их руках? Да, в их. Банки в их руках? В их. Деньги у них? У них. Ну и перечисляют. А что делать? Ещё не знаете, что делать? Это, блин. Да, полезно. Я отвечаю, как бороться надо. Нерешённый вопрос. Я его решаю тоже. А как? Очень просто. Брать оружие, самое мощное, и воевать. Как? Любовь называется. И вот приезжает ко мне еврей. Тут одного прислали. Мы полчаса побыли или три. Ну, не больше. Он сделался православным. Сейчас православный батюшка. Пусть через каждого придёт один еврей и будет православным батюшим, священником. И весь ответ. И они просто ближайший к патриарху. Так, а эти... А вот к ГГБ там следователь обратился, стал священником. Я конкретно показываю. Вот вопрос решается как? Любовью. Любовью. И тогда ты увидишь, как всё меняется. А вот в интернете, вы знаете, это такая сеть какая. Да там погонь. Знаю, знаю, знаю. А что ты сделал, чтобы не так было? У меня вот Твиттер, Фейсбук, там живой журнал. У меня везде это есть. Везде. Но самое мощное – это наш сайт. Во свете Библии. Там 38 моих книг в бумажном варианте. Ещё 7 в интернетной версии. 50 книг моим голосом насчитано. Ютуб-канал у меня есть. 19 тысяч 500 роликов. Такого нигде больше нет. Роликов. Общая посещаемость 45 миллионов. А я 81-й год. И вы, если зайдёте на наш Ютуб-канал, вы не поверите, что такое сокровище люди ещё не раскопали. А что за канал? Называется «Во свете Библии». Во свете. Во свете. Свет от Библии. Вот как на ваше лицо. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Это я. Давайте. Зарядите. Не уходите внезапно. Не уходите, чтобы мы простились по-хорошему. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Канал. Ну, я подписал. Всё, буду смотреть. Ну-ка, тебе открылось, нет? Да, да. Ну, вот там вы увидите. Я сейчас тут просил помощников. У нас целый коллектив работает. Ну, мозговым центром приходится пока мне быть. 4 124 вопроса, на которые я отвечал по радио студентам. И сейчас 13 человек, их озвучивают. 55 папок по темам. Работа, смерть, рождение, католицизм, мусульманство, православие, старообрядство. 55. И сейчас вот выставляем каждый день, я выставляю, примерно, по 40 роликов. Здорово. Мне говорят, это на вас авторитет работает. Я говорю, а почему вы не говорите, что я больше полвека на свой авторитет работаю? Вы, когда зайдёте туда, вы увидите. Но если пожелаете ещё встретиться, скайп, скайп, такая есть, можно разговаривать. По скайпу вы меня сразу найдёте, Игнатий Лапкин. Больше ничего не надо. Только допишите, что сейчас рулетки в Содоме и Гаморе встречались. Хорошо, посмотрю. Как звать-то вас? Меня зовут Абдулар. А, я не знаю по-нашему, как. Вот когда мы беседуем с мусульманами, вы мусульманин? Нет. Нет? Ну вот я им рассказываю о книге их, это мне известно. Один том посвящён этой книге у меня. Я сравниваю с сурами и аятами. Говорят, да там расхождения немного. Я говорю, совсем мало. 5216. Ну ладно. Ну хорошо, я посмотрю, зайду. Ну храни вас Господь. До свидания. Всё, спасибо. До свидания. До свидания.